За этот год сотрудники госавтоинспекции области выдали коммунальным и дорожным службам свыше 100 предписаний и технических заданий на устранение недостатков в уличной дорожной сети. Также разрабатывала совместная программа по повышению уровня безопасности. Один из примеров ее реализации – адаптивное регулирование на перекрестке по улице Октябрьской революции и проспекта Республики, где впервые в области в экспериментальном варианте реализован такой проект. Сигналы, поступающие от датчиков, фиксируют транспорт, который подходит к перекрестку, и с какого направления более загружено, тому направлению дается больше разрешающего сигнала для проезда перекрестка. Еще особенностью указанного перекрестка является то, что на нем организована отдельная фаза для движения пешеходов и велосипедистов. Когда подъезжает велосипедист, нажимает кнопку для вызова разрешающего сигнала для велосипедиста, загорается разрешающий сигнал только для велосипедиста. Также здесь работают специальные датчики, которые позволяют судить об интенсивности дорожного движения через данный перекресток, что позволяет менять режим работы светофора по необходимости и в реальном времени. Очень хорошо это видно в ночное время. То есть раньше, когда перекресток работал в жестком режиме, то есть подъезжая к перекрестку, транспортное средство останавливалось, в других направлениях пусто, никого не было. И человек просто стоял и ждал. То есть это, соответственно, повышаются социальные потери. То есть человек куда-то, возможно, там опаздывает, спешит, а ему приходится стоять. А в ночное время, когда с других направлений нет, это очень хорошо видно. То есть транспортное средство подъезжает, с других направлений транспорта нет. К данному направлению загорается зеленый сигнал. Соответственно, водитель проезжает спокойно. Ведется работа, направленная на повышение безопасности пешеходов. Только в этом году в областном центре создано около 15 островков безопасности. В городе Бресте применяются резиновые столбики сигнальные, которые направлены на обеспечение треугольников видимости на пешеходных переходах. Для обеспечения наилучшей видимости и исключения конфликтов на пешеходных переходах сотрудниками госавтоинспекции совместно с коммунальными службами активно устанавливаются малые архитектурные формы. Данная мера позволяет исключить парковку транспортных средств вблизи пешеходных переходах и обеспечить наилучшую видимость данных уязвимых участников дорожного движения. Создаются и так называемые треугольники «транспорт-транспорт», которые позволяют водителям более безопасно выезжать с прилегающих территорий на основные магистрали. При проведении ремонтных работ в областном центре и вовсе перестраивается вся дорожная сеть, как это было по улице Дубровской, где не было ни пешеходных дорожек, ни велосипедных. Велополоса получилась у нас полтора метра, плюс мы добавили полметра буферной зоны для отделения велосипедистов от основной проезжей части дороги. Данная мера позволила нам организовать безопасное и комфортное движение пешеходов, обособленное от движения пешеходов непосредственно по тротуару. Местные жители новшества оценили. На поворотах, что дорога не хватает, они не успевают на полосу, не езжают, может доехать. А так оно нормально все. Но вообще удобнее, я вам сказал. Удобнее и удобнее. Уже на следующий год тут запланировано разработать и реализовать велосипедный треугольник, который закольцует велосипедными дорожками улицы Дубровскую, лейтенанта Рябцева, Белорусскую и Катинбор. Юрий Печер, Александр Севицкий, телерадиокомпания.